добрый вечер сегодня мы продолжаем наш курс самое сокровенное знание и лекция которая сегодня у нас будет проходить называется пути духовной эволюции прошлый раз субботу тема была карма и реинкарнация и тем очень плотно связаны потому что идея кармы показывает нам как живое существо неправильно используя свою энергию сковывает себя мы говорили об этом что мы получаем энергию сверху и используем ее на себя поэтому мы сами себя этой энергией связывали и мы говорили о том что единственный способ вот эту энергию кармы то есть энергии нашей обусловленности или материальной судьбы то что мы имеем энергию предопределенности единственный способ обратить ее в то что нас освобождает это начать энергию своих талантов времени возможностей средств начать использовать опять во имя того от кого мы тут энергии получили йога и сегодня будем говорить как раз о путях духовной эволюции как о механизме который освобождает живое существо если в субботу мы говорили о механизме который связывает живое существо карма связывает живое существо то сегодня будем говорить о различных механизмах которые освобождают живое существо вот и в любом цивилизованном обществе должен существовать этот процесс или духовный канал через который живое существо или душа носитель сознания связывается опять с первоисточником связывается с богом с тем частицы которого мы являемся если такие процессы в обществе существуют это бы начать цивилизованное общество если люди живут в этом обществе по принципу животные жизни питание сон совокупления обороны это общество это еще не общество людей общество вообще две пада пашу многие животные ходят на двух ногах но мы ведь как животные животные делают те же самые четыре до деятельность питание со соккой.* оборона попроще люди делают более изощренного но если смысл тот же самый это обозначает общества животных. Здесь мы говорили, что человек должен отличаться от животного не просто образом жизни, а целью жизни. Сейчас люди отличаются от животных не целью, а лишь образом жизни. Собака бежит, человек едет. Но цель одна и та же. Наслаждение своих вот таких потребностей физических или может быть каких-то тонких. Вот поэтому человек должен отличаться именно целью жизни, а не образом жизни. И системы эволюционные, различные, которые есть в человеческом обществе в разные времена, в разных обществах, разной степени подробности, разной степени эффективности. Это то, что как раз и делает человеческое общество цивилизованным, когда у человека наконец появляется духовная цель, которая выводит его за вот эти четыре биологические потребности, возвышает его над этими всеми вещами. И веды говорят, что существует пять уровней цивилизации или сообществ своего рода, в которых могут пребывать существа. Проходите, вот здесь есть места, здесь есть места. Самая низшая форма сообщества живых существ или цивилизации, это цивилизация, которая опирается исключительно на опыт своих физических чувств, на эмпирический опыт. И это сообщество или цивилизация без морали. Это общество животных. Когда одно живое существо поедает, другое живое существо, совершенно безжалостно, не думая ни о чем, просто в угоду, своему какому-то чревоугодию и так далее. Нет морали, нет никаких высших принципов. Есть только чувственное восприятие. Истина, это то, что я воспринимаю своими грубыми чувствами. Итак, это первый уровень, когда сообщество или цивилизация, это уровень животных. Без морали, без каких-либо представлений о Боге, без каких-то идей эволюции, развития. Второй уровень сообщества, это сообщество или цивилизации с моралью, уже с моралью, но без Бога. Это могут быть такие материалистические, человеческие сообщества. Допустим, мы жили в стране, где была, ну, так сказать, не знаю, как хотите, коммунистическая мораль или мораль советских людей. Или вы можете себе представить, допустим, конфуцианское общество в Китае, где достаточно, как бы, можно сказать, высокая мораль, где практически не существует, краш и так далее. Вот, мораль есть, но понятия Боги практически не существуют. То есть, вот он, второй уровень. Общество уже с моралью, но еще без Бога. Вот, поэтому они живут по каким-то определенным правилам, которые нужны для более-менее гармоничного сосуществования, но высшей цели, высшей мотивации пока нет. Или это какое-то очень смутное, непонятное. Третий уровень цивилизации или сообщества, это общество, конечно, уже с моралью и с представлениями о Боге. О Боге как о том, кто, допустим, всем управляет, такие достаточно, может быть, общие, начальные, немножко наивные представления о Боге, как просто о снабженце, как о том, кто должен снабжать нас чем-то. И к такому человеку мы приходим, к такому Богу, вернее, мы обращаемся, вот дай то, дай это, убереги от того, от сего. То есть, он должен исполнять наши приказы. То есть, на этом уровне люди не воспринимают еще себя слугами Бога. То есть, они не чувствуют благодарности. Например, когда ребенок растет, начинает он с того, что говорит слова типа «дай». Сначала он становится потребителем. Когда он подрастает, он начинает говорить уже «на». Он начинает становиться каким-то активным членом общества, которого уже не только потребляет, но и отдает. Точно так же на начальных этапах духовной эволюции, когда люди начинают узнавать о каких-то высших силах, о Боге, им хочется, конечно от этого что-то пойметь, получить. Это обычная, понятная потребительская философия. И поэтому начальный уровень, как будто третий уровень цивилизованности это присутствие какой-то морали и каких-то понятия Бога. Но Бог занимает подчиненное нам положение. Он выполняет мои приказы, мои просьбы. Тогда я готов в него верить. Если, предположим, я молюсь о чем-то, прошу ему, и он не выполняет свою молитву, я говорю, что все, никакого Бога нет, или он плохой. Вот такие вот наивные представления. Более высокий уровень, четвертый уровень цивилизованности это когда человек естественно находится на правильном уровне морали и понятия о Боге уже у него меняются. Теперь Бог это не просто тот, кто должен быть у него на побегушках исполнять все его приказы, а Бог это уже такая некая вселенская всепроникающая сущность, вселенский разум тоже с такими элементами абстрактных представлений, ясных представлений о Боге. И на этом уровне сознания люди представляют себя как частички вот этой вот какой-то всепроникающей всеобъемлющей сущности, как какие-то искорки света и ставят своей целью слияние с этим светом. Это четвертый уровень цивилизованности. Такие имперсональные, безличностные представления о Боге, безличностные представления о себе, что вот сейчас я вроде бы как бы такая личность, такие философии типа, как вот говорят, знаете, есть воздух за пределами горшка, есть воздух внутри горшка, стоит разбить горшок, сами границы и воздух, который был вне, сойдется с воздухом, вернее, воздух, который был внутри, сойдется с воздухом, который вне и все в порядке. Река впадет в океан и на этом все хорошо сольется. То есть, безличностное представление о себе, нет понятия о личностном Боге, о личностной природе души. И пятый тип цивилизованности или как бы уровня сознания веды выделяют это уровень понимания Бога как всепривлекающей личности и видение себя в качестве слуги этой личности. Слуги не в смысле какой-то униженной, знаете, личности, которая там на побегушках и так далее. Вот об этом мы скажем позже, что служение это совершенно естественная идея, она в материальном мире, конечно, эта идея очень испорченная, в материальном виде в мире эта идея не популярная, быть слугой. В материальном мире хотели бы, наоборот, стать начальниками, командовать парадом, так сказать, им хочется выйти вот на этот уровень. Вот идея служения мало кого привлекает в начальном этапе. Я помню, как меня она покоробила много лет назад впервые. Мне хотелось знать о космосе, о мире, о законах, о том, о сём. Но когда я узнал, что высшая форма знания это знание о личностном Боге, о служении, я подумал, что-то это, что-то это не очень серьезное. Меня эта идея не заинтересовала в начальном этапе никоим образом. И лишь потом постепенно понял, что это есть основа всего. Итак, это пять уровней цивилизованности, которые выделяют веды. И эти тенденции могут присутствовать либо как господствующие идеологии в целом обществе, формировать общество такого типа. Допустим, если какая-то закапсулированная, закрытая система, как в свои времена тоже был мир коммунистических стран, или тот же самый Китай, такая закрытая философия за железным занавесом. Либо, когда происходит определенная интеграция или глобализация, смешение культур, тогда вот эти пять различных уровней, они могут выступать в качестве тенденций в одном, в рамках одного общества, они как разные пласты, как разные тенденции. И люди могут объединяться между собой в разные сообщества в зависимости от этого какого-то уровня своей цивилизованности по этим пяти признакам. Есть люди, которые просто такие хамы грубиянные, которые не морали, которые собираются в бандитские сообщества, чтобы просто пожрать кого-то, как животное, кого-то убить, что-то забрать у него и так далее. Есть другие люди, третий, четвертый, пятый, то есть как тенденции вот эти уровни сознания могут прослеживаться. И, как правило, сейчас, в нынешнюю эпоху, это так и происходит. И, как я сказал, человек начинается, в строгом смысле слова, с того момента, когда в жизни появляется вот это вот его понимание своей энергетической зависимости от высшего начала. Пускай даже пока человек понимает Бога совершенно как-то абстрактно, безличностно. Это как бы для начала сгодится и это. Но когда он начинает понимать, что он находится в такой энергетической зависимости, что он находится в каком-то потоке времени, который тянет его навстречу какому-то неизвестному будущему, он ничего не может с этим поделать. Он видит, что какая-то сила куда-то его уносит и нужно что-то делать. Нужно делать, пока жизнь не прошла, ты можешь деградировать, ты можешь развиваться, ты можешь стоять на месте. И люди, которые чувствуют очень остро прохождение времени, они ищут какой-то процесс, какую-то возможность, какую-то нишу для себя, за что зацепиться, как можно прогрессировать. И, естественно, каждый человек на своем уровне сознания выбирает то, что как раз соответствует его нынешним интересам, его нынешнему уровню, нынешним возможностям, насколько он может себя посвятить той или иной практике. И веды выделяют систему эволюционную, называя ее йогой, и в целом они называют ее лестницей йоги. То есть, бог это очень высокая цель для человека, очень высокая, самая высокая, выше него нет никого. И чтобы добраться до высокой цели, необходимо избрать правильную тактику. То есть, например, те же самые какие-нибудь альпинисты, которые забираются на Эверест. Это непростое дело. Поэтому нужно знать особенности пути, всю технологию, что ожидает, на каком этапе, какие признаки и так далее. Но точно так же, поскольку бог это самая высокая цель, и в один прыжок, довольно-таки трудно достичь этой цели, то необходимо определить свой нынешний уровень и найти процесс, который соответствует этому моему уровню, и с этого процесса начать постепенно эволюционировать, развиваться. И так это в целом называется система йоги или лестница йоги. И в этой лестнице всего лишь три ступени. То есть, иногда мы думаем, что йог или процесса существует очень-очень много. На самом деле, сегодня мы разберемся, я вам просто дам, покажу методологию определенную, ключ, зная который, вы сможете препарировать любое учение, любой изм, любую философию, что хотите, и определить, к какому уровню эволюционной системы она относится. Потому что количество этих эволюционных систем, много разных слов, много разных слов. Но эти разнообразные слова, они фактически обозначают сочетание всего лишь трех элементов. И так, веды выделяют три системы. Карма, йога, то есть, йога это общий как бы такой знаменатель всех этих эволюционных систем, потому что йога обозначает связь, связь, связь живого существа с Богом. И так, йога это как бы главная составная часть. Теперь, в какой форме эта йога протекает, в зависимости от того, что мы больше используем. Если мы больше используем свое физическое начало, свою физическую внешнюю деятельность, то эта йога будет называться термином карма-йога. Карма-йога. Эквивалентом может служить такой термин, как крия-йога. Крия-карма это один и тот же самый корень, не имеет большого значения. Вот, классическое название это карма-йога. Сейчас я просто их перечислю, а потом мы будем каждую более подробно рассматривать. Итак, это первый уровень, когда человеку легче занимать свое физическое тело в каком-то духовном процессе. Второй уровень, более высокий, называется гьяна-йога. Гьяна обозначает знание. То есть, когда человек больше использует свое уже тонкое тело, свою психику, свой ум, разум, вот эти вот такие ментальные функции. Это гьяна-йога, путь отречения, путь развития знания и так далее, философского понимания. И третий уровень, это уровень души. Его называют бхакти-йога. Уровень души. То есть, количество этих процессов исчисляется количеством тел. Физическое тело, ему соответствует процесс, карма-йога. Тонкое тело, ему соответствует процесс, гьяна-йога. И духовное тело, непосредственно, ему соответствует процесс, бхакти-йога. Вот, иногда выделяют еще одну четвертую систему, которая называется дихьяна-йога. Дихьяна, буквально обозначает медитация или мистическая форма йоги, которая на самом деле является просто-напросто техническим средством, при помощи которого можно в разные времена достичь разных результатов, и результатов кармы, и гьяны, и пакты. И сейчас я подробно буду рассказывать об этих всех вещах, чтобы все эти термины у нас уложились, устоялись и стало понятно. И потом вы можете при помощи этих всех признаков любого этого уровня понять, сталкиваясь с любым учением, с любой философией, вы сразу же поймете, что это не что-то новое, а это так или иначе относится к той или иной системе. Это будет либо карма йога, либо гьяна, либо пакты, либо какое-то их смешение. То есть сейчас люди очень любят смешивать какие-то синкретические процессы, изобретать новое. Но в конце концов, когда мы хорошо изучаем старое, то мы видим, что все эти новые пост-ведические системы это не что иное, как иногда более удачное, иногда менее удачное попытка изобретения велосипеда. То есть ничего нового, собственно говоря, придумать люди не могут. Итак, теперь мы начнем более подробно рассматривать. Первая ступень этого эволюционного процесса называется карма йога. Итак, я сказал, что когда мы говорили, вы помните, лекция была у нас номер 2 о ведах, я говорил, что любой нормальный человек в своем развитии проходит как бы 3 этапа, что ли, отношения к жизни. Первый этап отношения к жизни – утилитарный, потребительский. Когда человек просто хочет устроиться в этом мире, чтобы все у него было хорошо, чтобы все у него было удобно, комфортно. С течением времени человек начинает понимать, что как бы он не устраивался, существует вечная сила времени, которая разрушает все, что он настроил, все эти его структуры, семья, дом, деньги, здоровье, все это начинает от дружика, и чем дальше, тем интенсивнее. И он начинает искать какого-то другого убежища. То есть второй уровень развития называется уже философское отношение к жизни, или уровень гианы, когда человек понимает, что в этом мире временно должно быть что-то духовное, вечно. Он начинает искать, что это такое. И когда он находит, что это такое? Он находит Бога, высшую сущность, он начинает связаться с ней, уже конкретно получать какой-то определенный эмоциональный опыт от общения с Богом и служения ему. Это называется эстетический подход к жизни, когда человек уже начинает испытывать более высокий вкус от общения с духовной реальностью и постепенно отходит от материальной реальности. В этом состоянии он может без труда уже перейти в духовное бытие, в духовный план существования. Это нормальный процесс эволюции. И вот эти как раз системы йоги, они в полном соответствии с этой динамикой развития сознания идут. То есть пока человек находится на уровне вот такого потребительского или филитарного отношения к жизни, когда ему очень много хочется что-то для себя, это с одной стороны как бы такая предусудительная тенденция, но если таковы большинство людей, особенно на начальном этапе, что поделать? Как говорят англичане, use it or lose it. Или используй, или потеряешь. И поэтому лучше использовать эту тенденцию, чем просто сказать, а, ты материально привязанный человек, из тебя не выйдет настоящий йог или трансценденталист, или человек, который стремится к духовному, ты полностью погромно материальный, и всё, мы подписали приговор человеку. Нет. Ведическая концепция универсальная, она использует всё. И когда человек очень сильно хочет наслаждаться этой материальной жизнью, но при этом он уже начинает понимать, что существует Бог, то есть смотрите, получается, что он как бы между двух стульев. С одной стороны, он уже и игнорировать Бога не может, потому что у него есть какое-то понимание, он как-то немножко хотя бы интуитивно отслеживает, что какой-то есть божественный план в своей жизни, может быть, какие вещи присутствуют. То есть игнорировать Бога он полностью не может. Но стать как бы полностью его слугой или погрузиться в духовный процесс, он тоже ещё не может. Получается, что-то такое среднее, ни то, ни сё. И вот это как раз состояние такой как бы непоследовательности, и вроде бы я не могу игнорировать закон, я не могу игнорировать то, что существует, что такое высшее. С другой стороны, не могу полностью себя этому посвятить. Что же делать? Что же делать? Вот тут как раз на помощь и приходит процесс карма-йога. Когда карма, по словам карма, в данном случае будет иметься, вот это вот моя материальная обусловленность, моя судьба, вот это вот всё моё материальное окружение, тело, способности, время, ресурсы и прочие-прочие вещи, то, в рамках чего я нахожусь, это будет моя карма, материальная ситуация. А йога – это элемент связи. Теперь я должен попытаться понять при помощи разума, как мне свою материальную судьбу, свою материальную жизнь, семью, тело, время и так далее связать с Богом. Это не всегда просто, потому что сейчас общество движется в другом направлении. Через одну лекцию, в следующий понедельник, мы будем рассматривать лекцию о ведическом устройстве общества. И там мы увидим, я расскажу, что в целом общество было нацелено на развитие, поэтому свою деятельность, святать с Богом, было очень-очень легко и естественно, потому что всё общество в этом направлении двигалось. Сейчас общество движется в другом направлении, поэтому человеку достаточно трудно, который работает на какой-то обычной работе, вдруг ни с того ни с сего, изменить линию своей судьбы, он даже не понимает, как где-нибудь он какой-нибудь бухгалтер, исковаторщик, врач, не знаю кто там, психолог, он даже не знает, как связать свою работу с Богом, потому что этому не учили, он не знает как. Хотя мы говорили, когда рассматривали различные виды кармы в прошлый раз, что как раз основная форма деятельности или работы – это работа над собой, это главная форма работы. Главная форма деятельности состоит в том, чтобы очистить своё сознание. Деньги и прочие вещи – это то, что приходит более или менее само собой. Некоторые очень сильно напрягаются и мало что приходит, некоторые мало напрягаются и приходит достаточно. Поэтому нет прямой связи между нашими усилиями и вознаграждением усилий. Прямой связи нет. Связь скорее опосредованная, связь больше имеет к нашему прошлому, что мы заработали в прошлом, то мы получаем сейчас. Поэтому деятельность необходимо в идеале направить на то, чтобы очистить своё существование. Итак, карма-йога – это начальный этап. И вот этот начальный этап карма-йоги делится ещё на две подступенечки. Первый уровень – это карма-йоги или йоги-деятельность, активное использование своей работы или плодов своей деятельности в служении Богу. Первый этап называется са-кама. Са-кама карма-йога. Са-кама что обозначает? Кама буквально обозначает вожделение или свои собственные корыстные желания. Са обозначает вместе с чем-то. Са-кама обозначает моя деятельность, скажем, она ещё полна очень большого количества корыстных мотивов. Когда человек, его деятельность духовная будет заключаться буквально в таких простых вещах, что, допустим, человек, живя в России, является, предположим, традиционно христианином. Его уровень са-кама карма-йоги будет проявляться в чём? Что он хотел бы от Бога материальных благ. Он верит в Бога. Он хочет от Бога материальных благ. И что он делает для этого? Он приходит, допустим, раз в неделю в церковь, в храм, ставит свечку, там какое-нибудь пожертвование, может быть, даёт в храм и так далее, и молит, о, Господи, пожалуйста, помоги мне в семейных вопросах, финансовых, здоровье, то и всё другое. Вот такой простой вариант, понятный для русского человека, что такое начальный уровень карма-йоги в наших условиях, причём на уровне са-кама, с материальными желаниями. Их очень много, этих материальных желаний. Но, с другой стороны, я всё-таки понимаю, что есть Бог, и мне немножко стыдно, что я такой обусловленный, и я не могу и полностью Ему себя посвятить, и без Него тоже полностью не могу. Это положение начальное называется са-кама карма-йоги. Когда человек какое-то количество времени уже проводит в этом процессе, то поскольку он хоть чуть-чуть что-то начинает отдавать от себя, хоть какие-то там небольшие пожертвования, как-то он участвует в каком-то процессе, помогает, может быть, кому-то даёт какие-то духовные советы, какой-то такой немножко просветительской деятельностью занимается немного, то эта вот сама тенденция отдавать, которая начинает проявляться, она немножко очищает его сердце. И поскольку сердце его стало чище, то он стал более восприимчивым к другим вкусам. Теперь он начинает, на начальном этапе человек духовного вообще не чувствует, просто верит, что оно есть, но не чувствует. Тогда он вступает в процесс и начинает немножечко отдавать, то есть жизнь в жертвоприношении начинается немного, он что-то уже начинает отдавать Богу, в моментальном уровне, на каком-то внешнем. То есть сердце очищается, и раз оно становится чище, оно становится более чувствительным к этому духовному опыту. Теперь он начинает уже немножко ощущать бытие Бога. И он понимает, что Бог, его вера перерастает в уверенность, уже в уверенность, он уже имеет какой-то определённый опыт. И теперь его, раз вера становится более твёрдой, он начинает понимать, отдавать Богу не страшно, служить Богу не страшно на самом деле. И это даже начинает какой-то вкус ему придавать, и с течением времени материальное бытие начинает становиться для него всё более и более таким, вернее, всё менее и менее интересным, а духовность становится всё более и более интересным. И в течение времени этот человек переходит на уровень, в рамках тоже карма-йоги, йоги-деятельности, который называется ниш-кама, карма-йога. То есть то было са-кама, вместе с камой, с вожделением, а теперь ниш-кама. Ниш обозначает или нир, без. То есть теперь он начинает действовать с большим отречением. Продолжается внешняя деятельность, уровень кармы. Он по-прежнему использует своё тело. Но теперь он начинает понимать, что действительно смысл деятельности не в том, чтобы просто просить Бога о каком-то наслаждении, для себя, ещё что-то. Что заработал, то и заработал. Больше этого не надо. Он начинает понимать, что деятельность нужна для очищения. Он начинает исполнять свою деятельность из чувства долга, для собственного очищения, для того, чтобы стать ближе к Богу. То есть в его деятельности уже больше йоги, чем кармы. То есть он начинает становиться более отречённым, внутренним. Итак, это два основных этапа кармы-йоги. Са-кама, с большим количеством материальных желаний и с небольшим количеством материальных желаний. На первом уровне человек очень сильно привязан и к своей деятельности, и к своим плодам. И лишь какую-то часть своих плодов отдаёт Богу. Если он свою деятельность не может посвятить, допустим, Богу целиком, то часть плодов, как люди говорят, это в некоторых общинах какая-то десятина или что-то ещё такое. То есть какая-то часть энергии, то, что он планировал на себя, он от себя отрывает и отдаёт на какие-то духовные цели. Итак, это карма-йога. Когда человек фактически уже достигает определённого возраста, определённой стадии зрелости, он начинает понимать, что, в общем-то, это материальная жизнь, работая, не работая, всё это достаточно бренно. И в жизни каждого человека предусмотрен даже такой этап, который называется пенсия, допустим. Когда человек официально отпускает, говорит, всё, можешь не работать. Всё, ты уже своё отработал, будешь получать там какое-то своё минимум, поддержание, можешь не работать. Для чего это время даётся? Для чего оно даётся? Люди говорят, это время даётся для того, чтобы подумать о душе, начать думать о душе. И это в классическом варианте время для наступления на следующего этапа в жизни. Человек, который называется дьяна-йога. Дьяна – это развитие знания. И в таком естественном состоянии, когда человек уже как-то удовлетворил свои материальные желания, у него уже как-то чувства стали поспокойнее, он уже стал таким более философичным, более таким отречённым. Ему легче думать о вечном, о духовном, чувства его уже такие наевшиеся, что называется, уже немножко уставшие от материальной жизни. И поэтому вот такая естественная тенденция. И вот на эту естественную тенденцию накладывается следующий процесс, процесс дьяна-йоги, постижения Бога. На этом уровне люди стараются жить очень просто, очень аскетично. На уровне карма-йоги людям трудно жить просто, им ещё очень много материальных желаний, очень много всего хочется для себя. На уровне дьяна-йоги, поскольку их чувства чище, им дороже покой, чем вся эта материальная суета. Им нравится читать, им нравится слушать, им нравится размышлять. Они живут, так сказать, стараются жить просто, мыслить возвышенно. Но на этом уровне пока их представления о Боге тоже ещё очень абстрактные, такие, как я говорил, безличностные, неперсональные. Не могут они ещё ухватить целиком вот этой личностной природы Бога, любви. Это как бы в классическом варианте. Потом я скажу, что возможны разные соединения, тенденции, что как раз более характерно для нашей эпохи. Сейчас я просто такую классическую систему вам рассказываю, как эта лестница в идеале шла, была раньше устроена. И когда человек, находясь на этом уровне йоги-знания, гьяна-йоги, постигает, что вот есть это вечное нечто, ему хочется всё-таки с этим вечным нечто соединиться. И тогда наступает этот процесс, о котором я говорил, дополнительный, и он называет дхьяна-йога. Дхьяна-йога или мистическая йога, йога-медитация, которая состоит из четырёх подступеней. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Ратьяхара, Дхарана, Дхьяна и Самадхи. То есть восемь ступеней. Первый из этих четырёх люди называют обычной хатха-йогой, то есть то, что связано со здоровьем человека. Сейчас я коротко расскажу о каждой ступени. Вторые четыре называют обычной люди раджа-йогой, то есть уже более высокой формой йоги. Что это обозначает? Это обозначает, что вот человек отработал свою жизнь, карма-йога, всё. Отдал свой долг обществу, семье, всем, сказать. Прошёл второй этап дьяна-йога, уровень философского познания, отречения, он понял, что дух вечен, материя бренна, нужно двигаться в сторону вечности. Всё, философия сыграла свою роль в его жизни, он утвердился в этих вещах. Теперь ему хочется перейти уже на уровень чистой духовной практики. Карма-йога – это смешанная духовная практика. Половина тебе, Господи, половина мне. Вот так. То есть делёшь такое, двойная бухгалтерия такая. Когда человек поднимается уже на более высокий уровень, ему хочется всё уже с этой двойственной картины порвать, потому что это то же самое, что сидеть между двух стульев. До какой-то степени это возможно, но поскольку энергия времени эти стулья разводит, то есть душа с телом равен и пусть должна расстаться, это очевидный факт для всех людей, то нужно всё-таки выбрать что-то, за что мы будем цепляться. Либо за это бренное тело, которое с каждым днём становится всё слабее и старее, либо мы должны смело вступить на какую-то духовную эстезию. Но какая она? То есть не должно быть никакого абстракционизма, это должно быть конкретным. И для тех людей, которые хотят этой духовной конкретики, уже существует следующая ступень, дьяна-йога, путь медитации. Яма-не-яма это обозначает моральные принципы. Яма обозначает, чего нужно избегать, запреты. Например, в той же самой христианской традиции это известно, что там не уби, не кради, не уби, не пролюбодейся и так далее. В общем, короче, чего не делать нужно. Греховные действия, которых нужно отказаться, это обозначает яма. Это нужно отбросить. Не яма, это обозначает позитивные рекомендации. Понятно, что не делать, а что делать? В духовной жизни, введы говорят, есть два принципа. Первый, всегда помнить о Боге, второй, никогда не забывать. Все остальные правила и предписания, это просто слуги этих двух принципов. У нас есть опыт забвения Бога, но нет опыта пометования. Поэтому нам рекомендуют, какие вещи нужно принять, для того, чтобы помнить о Боге. Ну вот, допустим, в нашей традиции мы говорим, повторяйте святое имя Бога, читайте священные писания, установите, скажем, у себя алтарь, образ и так далее. Общайтесь с людьми, занимающимися этой же практикой. То есть это как бы позитивные рекомендации. Итак, это не яма, что нужно делать. Яма то, чего нужно избегать, не яма то, что нужно делать. Когда человек живет по моральным принципам, яма не яма, тогда ему легко погрузиться уже в само состояние медитации. Но для этого введы рекомендуют определенную практику, которая называется асаном. Асаном, отсюда русское слово асанка происходит, как сидеть, как стоять. Асана обозначает правильное расположение тела. Потому что тело, как я уже говорил, это определенная энергетическая система, которая может действовать как катапульта, для того, чтобы сознание души поднималось все выше и выше, и в конце концов вернулось обратно к Богу. Если правильно тело расположить, правильно им пользоваться. Если нет, то это же самое сознание может опуститься очень-очень низко, что мы, к прискорбе, видим часто в человеческом обществе. Итак, асана обозначает, человек учится правильно сидеть. И там всякие разные рекомендации. Сейчас я с ним буду в детали вдаваться. У нас обзор просто, чтобы голова, шея, грудь на одном уровне, столб позвоночный, в котором находятся все эти чакры, чтобы все правильно работало. Это третий уровень асана. Когда человек научился ровно, правильно сидеть, на четвертый этап наступает пранаяма. Пранаяма обозначает искусство правильного дыхания. То есть, когда человек ровно сидит, это означает, что все его внутренние каналы энергетические в порядке находятся. И теперь по ним эта прана или внутренняя энергия может спокойно течь. Если человек не умеет правильно сидеть, он не сможет правильно дышать. То есть, здесь все поэтапно. Итак, научись правильно сидеть, асана, потом пранаяма. Когда человек начинает дышать, и когда он начинает правильно дышать, по этим всем определенным правилам, что происходит? Его ум успокаивается. Ум успокаивается. Для чего нам нужен спокойный ум? Спокойный ум нужен для того, чтобы заняться медитацией. Потому что, если ум беспокоен, невозможно медитировать. Ум мечтает туда-сюда, как обезьяна. Прыгает с ветки на ветку, невозможно ни о чем сконцентрировано думать. Итак, яма-нияма, асана-пранаяма. Вот человек овладел дыханием, его ум успокоился. Эти первые четыре этапа, их называют хатха-йогой. То есть, часто люди используют просто для здоровья системы. Правильно сидеть, правильно дышать, никому не делать зла, вегетарианство, здоровый образ жизни. Это очень известные вещи из области бун и благости, то, о чем мы говорили. Но это не есть цель йоги. Только половина. Это четыре первых ступенечки этой системы медитации, дьяна-йога. Когда ум успокоился, наступает пятая ступень, которая называется пратяхара. Пратяхара это обозначает отрыв чувств от их объектов. Сейчас чувства привязаны к объектам. Глаза видят формы, уши слышат звуки, язык ощущает вкусы, кожа чувствует прикосновение. И так далее. Все чувства работают. Пратяхара обозначает, что человек свои чувства капсулирует, он закрывается от этого мира и погружает их внутрь. Он начинает медитировать на параматном Боге сердце. Вспоминайте начальные лекции, сверхсознание или Бог сердце. Это пратяхара. Отрыв чувств от внешнего погружения, их внутреннее. Следующая ступень называется дхарана, концентрация. Теперь это действие необходимо сконцентрировать. Когда он концентрирует эти все усилия, наступает следующий этап, который называется дьяна, глубокая медитация. Дьяна. И когда в конце концов человек увидел Бога внутри, это называется самадхи. Самадхи – это состояние транса. И это вершина мистической системы йоги. И эти четыре верхние части, которые начинаются от атихара, отрыв чувств, потом дхарана, концентрация, дьяна, медитация и самадхи погружение в транс, их называют раджа-йога, царственная йога в этой системе. Это медитативная йога, очень сложная в техническом плане, чрезвычайно сложная. Люди современные могут практиковать первые четыре ступени в какой-то степени, гнуться, дышать, они еще могут. Но уже более высокие сферы, как правило, страдают. Я объясню, почему это трудно людям. Потому что у них нет ясного представления о Боге. Они думают, что медитация – это медитация на какую-то пустоту, на какой-то свет, на какой-то белый экран, что все мысли нужно гнать, прочь, чтобы такая наступила пустота. В конце концов, это достаточно скучное занятие, и человек баса этого, потому что в пустоте неинтересно. Посадить человека в комнату ни одного объекта, он с ума сойдет, системы обхолупает, потому что нужна для чувств какая-то пища. Он будет выдумывать, напишет на стенах, нарисует, наскальные надписи сделает. Такова природа живого существа, личностная. И поскольку люди не имеют ясного представления о Боге, то они не знают, на что нужно медитировать. Хотя классическая Патанжали Сутра, которая описывает эту медитацию, она говорит, никакой безличности медитации, никакого света. Необходимо концентрироваться на этой форме Бога, в Санкт-Петербурге. Вишну. Четырехрукая форма, которая держит свои символы. Чакра, колесо у него вращающееся, раковина, цветок лотоса, и, что еще? Булава, да, вот эти руки. Два, так сказать, две руки для наказания, две руки для благословения. Вот. Это конкретная форма, на которую нужно медитировать. И когда он вращает свой диск или свою балову, вот вам получается, так сказать, движение электронного вокруг атома, или все торсионные поля. Это не что иное, как действия параматмы на атомарном уровне, потому что параматмы находятся в сердце каждого живого существа, и в каждом атоме творения абсолютно. И так должна быть предметная медитация. И так, вот человек увидел Бога. Дальше что? Теперь увидел Бога в сердце. Следующая ступень. Что делать? Если вы увидели какую-то личность, привлекательную очень, какие-то отношения должны быть? Так вот, теперь естественной формой начала отношений уже является следующий этап, который называется бхактика, или деятельность души. Теперь как бы все, живое существо отработало свои материальные программы, карма-йога позади, он уже философски все понял, энергию ума и разума использовал для того, чтобы понять вечность духа, бренность материи. Он использовал концентрацию своего разума и все эти потоки дыхания, для того, чтобы увидеть Бога в сердце. Теперь что? Увидели личность, достигли ее, смотреть на нее. Следующий этап – знакомство и общение. Это называется бхакти, или чистая деятельность души. Бхакти буквально обозначает преданность и любовь. Бхакти-йога обозначает йога преданности и любви. И в стройном смысле слова, вообще-то, существует, как я говорил с самого начала, три системы – карма, пьяна и бхакти. Вот эта третья или промежуточная, о которой я сказала, йога-мистическая, она скорее просто выступает как техническое или транспортное средство, при помощи которого раньше люди, раньше, в былые времена, могли достичь и целей кармы, то есть подняться на более высокие планеты этого мира материального, и целей вьяны, знания, выйти за пределы материального мира и повиснуть в этом, как бы, сиянии брахмана свете. И также они при помощи этого могли достичь и цели бхакти, то есть уйти на духовную планету, общаться лично с Богом. То есть это такое, как бы, средство, скорее транспортное, его можно использовать по целям кармы, дьяны или бхакти-йоги. Но принципиальных форм йоги по целям, их три – карма, дьяна и бхакти. И когда человек, допустим, достигал совершенства в этой мистической йоге, еще побочным эффектом этого было то, что у него могли развиваться мистические способности, такие как, скажем, левитация или материализация, или дематериализация, или всякие разные такие способности появляться, исчезать, и проникать в ум других живых существ, влиять на других. Это побочные эффекты мистической йоги, которые могут быть, могут не быть. И когда вот этот йог, такой, занимаясь этой мистической медитацией, правильно использовал свое тело, как такую энергетическую установку, то когда его сознание подымалось все выше, 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 когда оно подымалось до самого высокого уровня, кости черепа таким образом интересно устроены, что, скажем, в этом месте, где у детей этот родничок, когда они рождаются, это место соединения сных черепных костей, то в идеале, в зависимости от цели, куда этому человеку нужно, на более высокую планету этого материального мира, цель кармы, либо сияние этого брахмана в состоянии между мирами, либо непосредственно в духовный мир, в зависимости от его мотивации и его цели, когда его сознание подходило уже сюда, праны, то это внутренняя энергия, они действовали как такое внутреннее давление, они подымают душу, подымают сознание, кости черепа раскрываются, и как катапульта, он вылетал, вылетал туда, куда им нужно было. Высшие планеты этого мира, состояние между мирами нейтральное, для таких философов, желающих раствориться, или духовная позитивная реальность. А тело сгорало в мистическом огне полностью. В этом теле существуют все элементы, элемент пространства, воздуха, огня, воды, земли, и элемент огня в этот момент разгорался, это тело просто сгорало в естественном огне, такая самостоятельная кремация была, полная утилизация. Душа ушла вверх, тело обратилось вправо. Ничего это сказать не осталось. Итак, это, скажем такое, совершенство или идеал для человека, который достиг успеха вот в этой вот дьяно-йоге. Вот, как я сказал, это чрезвычайно сложная по техническому исполнению форма. И теперь мы переходим к бхакти-йоге, которая является вершиной вот этой вот лестницы, этой эволюции, потому что она является чистой деятельностью души. И в этом смысле можно сказать, что все остальные формы йоги, они являются как бы такими оскверненными или покрытыми разными оболочками формами бхакти. То есть бхакти или любовь, преданность, то, что связывает нас всегда, это как бы самая тонкая и основная нить, которая связывает нас с Богом. Но когда живое существо попадает в материальный мир, душа покрывается телом, тонким телом вернее, тонким телом сначала. А тонкое тело – это уровень гьяны, знаний, разум, ум и так далее. Поэтому чисто любовь оскверняется элементами философии. Следующий элемент – физическое тело обрастает вокруг тонкого тела, и физическое тело – это уже как бы такая грубая карма. Вот поэтому появляется карма йога. И когда живое существо возвращается, допустим, в духовной реальности, в духовный мир, в духовном мире там никто не занимается кармой йогой, нет физического тела. Там нечего делить, там нет каких-то материальных плюс, материальных потребностей. Никто не занимается философствованием, что есть Бог, что не есть Бог, он есть или он есть, какой он есть, он носом, он очевиден. А никто не занимается системой медитации, сидит там, он от мира не отрешается. Эти все проехали уже. То есть в духовной реальности, в личностной духовной реальности существует только одна форма. Эти вот любовные, радостные, сокровенные отношения личностного бога и личностного живого существа, души. Это как бы начальная форма йоги. Все остальные формы йоги это просто оскверленные бхакти, покрытые либо философствованием, либо этой какой-то внешней деятельности. И когда человек правильно развивается, то постепенно эти внешние покрытия, элементы кармы, элементы гьяны, они спадают и остается, скажем так, одна чистая душа. И в этом смысле процесс бхакти-йоги является на начальном этапе средством, а на конечном этапе целью. Все остальные формы йоги являются только средством. Потому что, опять же говорю, когда живое существо достигает Бога, там нет уже необходимости в кармой йоге, там нет необходимости в дьяной йоге, там нет необходимости в этой дьяной йоге, в развитии мистических способностей. Этого нет. Потому что нет оболочек, которые с этими вещами связаны. Уже нет. Остается чистое любовное деятельность, взаимоотношение. В этом смысле все остальные формы являются только... Йоги являются средствами. В то время как бхакти и цель, и средство. На начальном этапе средство очищения, пока мы еще не чувствуем Бога, достаточно ясно, когда человек достигает Бога, это превращается уже непосредственно в цель. Эта же деятельность продолжается, но в очищенном виде, в естественном состоянии. Итак, бхакти это процесс, который можно назвать, пока мы находимся сейчас здесь, в этом мире, интегральным. То есть тем, который объединяет в себе абсолютно все. Может быть, вы слышали что-то об учении Шри Аурабинда Гош. Он является основателем интегральной йоги, его называют. Но если вы изучите эту интегральную йогу Шри Аурабинда, выяснится, что Аурабинда изобрел велосипед. Потому что эта интегральная йога уже описана за него за тысячи-тысячи лет. На самом деле, в бхаговодите она описана. Потому что это бхакти называется, потому что бхакти йога это то, что сейчас на нашем уровне, пока мы находимся в рамках материальных тел, имеем вот это свое тонкое тело, ум, разум, сейчас наша бхакти, наша преданность Богу, она включает в себя составные элементы. Вот, например, сейчас, что я делаю? Сейчас моя деятельность, это, ну, как бы, одновременно и служение Богу, и служение вам. Я занимаюсь простительской деятельностью. Но для этого я использую свое физическое тело, правильно? Раз использую свое физическое тело, это обозначает, присутствует элемент кармы. Далее я присутствую, я использую свои мозги, очевидно, знания, да? Не просто там какую-то околестью несут, а пытаюсь стройно, ясно говорить. Это обозначает, что элемент знания и философствования присутствует, и так элемент гьяны присутствует, знания. Также присутствует элемент дьяны, мистической медитации. Как? Я концентрирую свой ум, я пытаюсь свое состояние передать вам. Вы хотите этого, иначе бы не пришли сюда, понимаете? Вы хотите получить какой-то заряд, какое-то понимание. И так элемент дьяны, медитации присутствует. Мы сейчас пытаемся эту тему рассуждать и мыслить. Медитация не обозначает просто молчаливо думать. Медитация может быть вполне активной, она может быть динамичной. медитация может быть как бы с использованием мысли и действия и так элемент дьяны присутствует вот это вот медитативной йоги и все это при как бы основано на мотиве в акте любви это моя уже не богу и моему духовному учителю все то есть я знаю что ему нравится это в той же бхагават битой кришна говорит тот то распространяет это знание нет для меня студии дороже для чего вот все то я знаю это я делаю это допустим на какой-то степени это получается других людей что-то другое вот то сейчас я совершаю эту деятельность в духе служения бхакти и в ней присутся все остальные элементы и кармы и гьяны и дьяны то есть смотрите мы имеем комплексный процесс комплексный процесс я это делаю прям скажем бескорыстно я создали деньги не берут все элемент бескорыстия присутствует это есть как бы основа бхакти что человек отдает и не ждет ничего взамен то есть это нормальная форма деятельности конечно куда скажем допустим человек имеющий семью там какие-то социальные обязательства он не может все будет делать бесплатно ему нужны какие-то вещи поэтому скажем для меня сейчас мое как бы существование оно такое тоже пограничное раз у меня есть семья раз вместе какие-то там социальные обязанности я занимаюсь какой-то деятельностью которая относит мне допустим какой-то доход необходимые для поддержания семьи я не за ним не называют деятельность допустим кипа служением богу потому что это не совсем так это все-таки услужение моей семье самому себе это тоже какое-то удовлетворение какой-то комфорт это как бы моя личная жизнь в какой-то степени немножко отдельная было хотя дома у нас есть парь все в порядке скажете семья тоже движется в этом направлении вот но элемент материи присутствует правильно мы покупаем одежды для себя что-то делаем там удовлетворяемся какие-то потребности какие-то нужды существуют вот то есть элемент кармы присутствует достаточно сильный вот и поэтому для меня сейчас скажем и прогрессируя не благодаря тому что этом каким-то образом деньги зарабатываю прогрессируя благодаря тому что я какую-то часть своей деятельности действую делаю совершенно бескорыстно это служение это моя практика сейчас данном случае она активная практика я пытаюсь передать знания пытаюсь поделиться опытом это моя бхакти йога это моё служение богу это служение моему духовному учителю это служение вам живым существам которые хотят духовно развиваться и бхакти это процесс как я сказал такой очень комплексный и многоканальный это такая знаете какую-то допустим веревка она состоит из таких тоже тросиков в каждой веревке там волокна еще или допустим кабель много разных прожилок благодаря такой многоканальности бхакти это процесс который является очень таким процессом который сильно связывает нас богом по разным каналам вот и основные элементы бхакти йоги это элементы какие опять же из чего складывать в данный в данный век в данную эпоху бхакти самая сильная форма йоги сейчас самая сильная в рамках бхакти йоги связь осуществляется через языковую вибрацию я рассказывал что звук это самая такая сильная на самом деле самый сильный элемент через него больше всего придется информация то есть я приводил примеры что звук является наиболее информативным если вы слушаете радио без изображения то вы получите больше информации чем вы смотрите телевизор но без звука потому что изображение то что передается более грубом элементе элемент огня это более грубый чем элемент пространство в котором придется звук вот и звук это самый тонкий элемент по метафизике ведической вот он на является наиболее информативным из него исходит абсолютно все итак самый главный элемент бхакти йоги сейчас это элемент вот это вот медитации на святое имя форме джапа или повторение мантрами четких или на совместное пение вот следующий элемент бхакти йоги это погружение разума то есть я читаю книги которые связаны с темой книги по бхакти я читаю бхагавадгиту доступная книга я читаю шиман бхагаватам доступная книга это книги которые рассказывают более подробно в деталях о положении души и положение бога об их отношениях а опыте людей которые шли этим путем были времена какие трудности у них были как они преодолели всякие разные особенности детали всей этой системы начала продолжение вершина сказать что ждет меня в начале что что ждет в середине что ждет в конце вот все эти вот детали то есть веды описывают ведическое знание еще можно разбить на три таких раздела раздел который называется самбанха гьяна знание нашей связи с богом второй раздел называется апхидея процесс крути понял что связан с богом действует связь то активизируйте пик второй раз галактического знания и третье называется прайоджина цель чего достигнешь следствия этого то есть целом веды вот по этим трем основным разделом действует указать что мы являемся частицами бога потом как это связь активизировать практика и чего достигаешь каков каков результат всего этого и так далее я читаю допустим изучая все эти вещи мы обмениваем сейчас я делюсь сознанием сами потом будет это вопросы я буду отвечать на эти вопросы вот я читаю эти лекции допустим в нашем центре нашем храме регулярно вот есть и так я использую свою физическое тело я использую свое тонкое тело дома я сказал а у нас есть алтарь конечно домашний алтарь и проще чем храмовый алтарь и формы поклонения служения ему незначительно проще для всего может начаться с простых вещей просто ставить изображение кажется одно изображение ставить изображение вот я сижу на фоне этого изображения изображение бога потом более подробно мы будем конечно об этой форме почему такая форма тему других лекций и как только я поставил это изображение то это не просто как бы такое физическое действие что произошло я поставил его для чего-то я поставил его для того чтобы допустим глядя на него лучше повторять свою молитву мантру для того чтобы лучше была моя концентрация я этому изображению предлагаю пищу освещаю пищу этим изображением то есть этот алтарь стал моим окном духовный мир это раз второе второе теперь сменилась главная парадигма жизни в доме как были где-то обычно люди говорят вот я здесь я хозяин я хозяйка это мой дом но как только мы поставили как бога куда-то все на самом деле он был всегда он всегда в центре он всегда был хозяином вот теперь я признал это и как только он стал хозяином я стал с тобой и теперь всякая даже самая рутинная деятельность в доме превращается служение уже теперь я иду на кухню и готовлю не просто там что-то для себя а теперь все что я делаю сначала предлагается это вариант освещения пищи потому что я уже говорил много раз об этом пища освещенная пища не освещена совершенно разные вещи в этом есть своя очень простая логика как мы например готовим пищу вы берете допустим что-то там зерно какое-то картошку или что то еще это грубая пища вы кладете ее в более тонкий элемент вода и так допустим рис или какой там зерно грубый элемент в более тонкий элемент вода дальше что мы ставим эту воду на еще более тонкий элемент огонь . ее дальнейшая обработка огонь горит благодаря еще более тонкой энергии воздуха воздух находится в пространстве и так мы грубые элементы обрабатываем более тонкими элементами и так все сварилась все пожарилась благодаря более тонким элементам и теперь последняя фаза обработки теперь эта материя должна быть обработана духом это продолжение тоже логической здесь нет ничего как бы такого нелогичного мы обрабатываем грубую материю все более тонкой теперь последний на духотворение пища пришла от бога и нужно предложить был очень просто вот и когда это происходит то теперь кроме как бы материальных вкусов технологии там термическая обработка какие-то там специи соль перец прочее 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 разные вещи кроме материального вкуса в этой пище появляется еще кое-что неуловимое нечто элемент который отсутствует периодическая таблица менделеева да люди хочу подсыпаете ничего вот называется пакте то есть когда эта пища предлагается богу он смотрит на нее он смотрит на не он живая личность на реагирует процесс двусторонний я действую он реагирует мы не со столбом не со стенкой тупой взаимодействия задействуем с живой личностью вот и когда он посмотрел на нее вот но узнаете в былые времена когда там люди все на сеансы кашпировского чумака там приносили кита банки с водой кроме заряжали пусть посмотрит экстрасенс на это если экстрасенс посмотрел что это происходит то если бог посмотрит на пищу то тем более что это происходит его взгляд необычный его благословение необычно и вот этот элемент одухотворения которые исходят от него так вот знаю такую грубую параллель привести просветить какими не знают рентгеновским взглядом чего-нибудь еще там люди обработать какой-то энергии тонкой если вот на таком уровне примитивным взгляд бога или как бы его внимание к нам и обратили внимание на него наконец-то в кое-то веке он говорит конечно не мы говорим слава богу он говорит ну наконец-то все теперь когда он обращает на нас внимание его благословение или его ответ это и есть окончательная обработка эта пища становится свободной от кармы потому что я говорил один из прошлых разов что чтобы мы не ели так или иначе это различные тела живых существ хотела живых существ будь ну скажем плоти мы не питаемся вегетарианцы вот но даже если мы видим вегетарианскую пищу все равно это тела будет живых существ вот и поэтому даже если человек вегетарианец конечно он получает значительно меньше реакции чем тот кто убивает живые существа такие более развитые вот но тем не менее все равно какой-то элемент хармы есть там даже вегетарианская пища когда-то вегетарианская пища освещается в алтаре все вот как бога в отбитии кришна объясняет предложи мне листок цветок плот или воду с любовью и преданностью я приму это все я приму это когда он принимает это пища становится карма фри где-то свободная от кармы полностью подпишут на этих пакетик это какие кофеин фри чай свободная без кофеина или еще что это все карма free food на западе говорят пища свободная от кармы вот это очень здорово на самом деле потому что карма то что отобещает но заставляет нас деградировать это маленький практический пример того как просто появление бога в доме уже превращает наши 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 даже куда обычную бытовую деятельность служение я убираю дом уборка да все моют полы и все вытирают пыль на мой порядок но теперь если дом в доме стоит изображение бога тоже не просто дом и теперь я занимаюсь уборкой храма это преданность все и теперь допустим моя жена мой ребенок это не просто моя жена и мой ребенок а это живые существа которые также помогают мне это духовной деятельности и когда я помогаю им служу им все я служу уже можно сказать служу слугам бога все трансформируется в одно мгновение трансформируется все все приобретает другой смысл начиная с какого момента с того момента когда я поставил бога в центр это такой пример хороший что пока человек занимается разной материальной деятельности не посвящаю ее богу хотя ему она может казаться значимой эта деятельность на самом деле это просто большое количество налей но когда перед большим количеством налей поставить единицу сразу же цифра возрастает представьте себе много нолей 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 но если допустим у вас был один ноль и поставили перед единицей уже десятка было два ноля перед ним поставили уже 100 было три ноля поставили сот тысяч понимаете то есть нолей вдруг приобретают некое значение когда перед ними стоит единица точно также вся наша деятельность хотя нам кажется в материальном плане очень важной если с духовной точки зрения нас никуда не ведет это ноли но когда та же самая деятельность выполняется в их и служение богу единиц останется перед всем значение возрастает многократно одним действием всего лишь одним принципиальным действием мы решаем так много задач то есть свою деятельность даже такую бытовую рутинную можно обогатить одухотворить превратить духовную просто одним действием это не какая-то игра в куклы нет это возвращение ну как бы сказать возвращение себя в свою духовную специальность потому что живое существо по своей природе является слугой сейчас мы к этой идее вернемся потому что людям не нравится что такое быть слугой ну не хочу слуга это облачает тот который постоянно меня контролирует меня давит указано туда иди сюда а я хочу быть господина хочу не подчиняться никому это вполне естественно это нормальное мышление такого бунтарского живого существа особенно это менталитет запада на западе очень любят их в этом вертикальной иерархии все бы хотели такой вот демократии что все было такое ровненько горизонтально и все что вы говорите то что я говорю это все равно вон равно все равно не все равны правильства идея равенства она доведена до абсурды совершенно совершенно очевидно что люди в материальном плане совершенно не равны и поэтому когда мы говорим о какой-то идее служения то для человека запада это болезненный элемент прямо аж начинает мучиться как это я должен кому-то служить я наоборот должен отказаться от себя я должен понять что сам бог такие вот идеи но если мы внимательно проанализируем чем мы занимаемся в жизни материальной то мы выясним что мы являемся слугами огромного количества живых существ хотя бы дождь являюсь и господами простой пример вот я допустим каждое утро иду из дома храм и каждое утро я вижу нескольких человек которые в это же время тоже рано встают но они не хамута что он делает они выгуливают собак по утрам причем причем этот человек считает себя конечно же хозяином собаки да но он служит собаки и даже не понимает этого она его тянет он выгуливает и и у на она пошла туда и он пошел фактически выступает качестве слуги как активиданта с вами прохупада тот кто вынес это знание на запад сказал очень хорошо что либо вы будете служить богу по-английски бог это год джио удипишься либо долго обратно до письма то же самое бог вот если обратно почитать собака либо богу либо долго в действительности мы видим это это и происходит хотя люди считают себя господами те же самых животных они в действительности их слуги убирают за ними кормят их ухаживают чешут и так далее заботятся они вот то есть пускай у человека нет собаки он служит кому-то другому начальнику но возьмите какой-нибудь начальника какого-нибудь самого крутого начальника который никого не служит только его придомка никому не служит ничего подобного он служит собственным чувствам он будет собственным чувством все живые существа находятся на службу кого-то они могут не осознавать этих вещей но Но этот человек является слугой своих пороков, слугой своих привычек, слугой каких-то привязанностей, я хочу то, хочу это. Хотя ему кажется, что он всех контролирует, но на самом деле он сам находится под контролем. Если, предположим, мы вспомним то же самое учение о трех гунах, о трех качествах материальной природы, мы знаем, что это просто марионетка в руках этих трех гун. Вот и все. И он ничего не может подумать, помыслить и сделать за пределами этих трех гун. Вот поэтому идея служения, она не является чем-то таким принципиально новым. Проблема в том, что здесь у нас есть опыт служения негативным господам, поэтому нам хотелось бы выйти из-под этого негативного давления. Понятно, что начальник всегда дурак, любой почему-то так думает, что начальник какой-то самодур, свои какие-то идеи продвигает, я должен ему служить. И имея вот такой вот негативный опыт служения, когда мы вот с таким опытом служения вдруг узнаем необходимое служение Богу, мы проецируем вот этот вот свой негативный опыт служения Богу. Что, рабом стоять? Да нет, конечно же. То есть два положения в этом мире. Либо я буду слугой чувств, слугой чувств, или слугой кого-то другого в этом мире, либо буду слугой Бога. Третье не знаю. И это реальное положение вещей. Если мы беспристрастно помыслим, допустим, я говорю, нет, служение Богу не принимаю я. Хорошо, тогда что? Будешь слугой кого-то еще. Не будешь ничем слугой, а будешь слугой своих собственных чувств. Не существует третьего. Просто не существует. И раз эта идея служения является такой совершенно естественной идеей бытия, то нужно просто-напросто найти этого идеального господина, служение которому не разочаровывает, а наоборот, очаровывает и вдохновляет. Вот этот опыт можно приобрести даже при этой жизни, когда мы начинаем служить Богу. Самая благодарная личность. Здесь часто мы служим кому-то, мы служим старшим, младшим, детям, тому всему, мужу, жене. И люди могут разочаровывать нас, они могут не оценить в полной мере нашего служения, они могут испытывать такую горечь, я сделал для тебя столько, а ты такой или такая, они отреагировали на все эти вещи. Это довольно распространенный опыт. Потому что люди несовершенны. И когда служишь несовершенным личностям, мы не можем получить совершенного опыта. Но когда человек начинает опробовать эту связь служения совершенной личности, то вот это служение становится совершенно другим, другой опыт совершенно приобретает человек. И в конце концов он понимает, что служение Бога, на самом деле, это очень престижное положение. Очень престижное. Если, допустим, вы служите где-нибудь в мэрии, в губернаторстве, в правительстве, особо приближенной к императору, это же престижно. Быть рядом с какой-то великой личностью. Кто же выше Бога? То есть, на самом деле, это очень привилегированное и престижное положение. Я слуга Бога. А если не слуга Бога, то слуга Бога или кого-нибудь еще, понимаете? Какого-нибудь дога в штанах, более цивилизованного, но, по сути дела, не сильно отличающегося от животного. То есть, на самом деле, уже у существа не так уж и много возможностей выбирать. Выбор, либо мы служим материальной природе, либо мы служим духовной природе, либо Богу, либо какому-то Богозаменителю в этом материальном мире. Вот и все. И процесс Бхакти помогает нам. Во-первых, занять все свои структуры. Пока я нахожусь здесь, в этом физическом теле, у меня есть тело. Я не могу просто душой служить Богу, а мой ум активен, мое тело активно. Поэтому практика Бхакти-йоги позволяет человеку, как бы, эта практика является наиболее естественной, потому что она задействует все. То есть, всю полноту моего бытия. И мое физическое тело, мои способности, я могу служить Богу своими способностями. Вот люди, пожалуйста, перед вами. Как бы служение они носят, пирожки туда-сюда, одни лепят внизу, другие пекут, третьи их распространяют, четвертый есть вот алтарь, он там в колокольчик время-тремень звенит, предлагается, пища освещается. Это люди занимаются внешней деятельностью, телом, понимаете? И каждый, согласно своим способностям, он на том или ином уровне. Кто-то менеджер управляет, кто-то, скажем, стратег направляет, кто-то непосредственно исполнитель, кто-то еще что-то делает, кто-то там деньги считает. Это кажется по виду, по виду, кажется материальная деятельность, по виду. Но по мотивации внутренней. Это служение Богу. Понимаете? Вот, скажем, вот он, кафе, да? И через 10 метров еще кафе, да? Другой экспресс называется. Тоже, и там готовят пищу, и изготовят пищу. По виду, какая разница? Какая разница? Вроде бы небольшая разница, но здесь протекает практика бхактин. Здесь люди прогрессируют духовно, там не прогрессируют, мягко выражаясь. Скорее деградируют, потому что там другие продукты, другие люди, другие качества материальной природы. Хотя по виду все то же самое. И вот он процесс, который задействует все структуры. Целиком можно быть заняты на всех уровнях, на уровне физического тела, на уровне тонкого тела и на уровне души. Мотивации это делают ради Бога. Люди часто говорят, ради Бога, ради Бога. Можно? Да, ради Бога. А что такое ради Бога? Ради означает для. И каков опыт у людей? Что делать ради Бога или для Бога? Они не знают, что. И практика бхактик как раз расшифровывает все эти вещи. Как же действовать ради Бога, как же действовать для Бога. Итак, теперь мы можем попытаться понять. Вот четыре основных этапа. Карма-йога, гьяна-йога. То есть карма-йога, йога активной деятельности внешней. На начальном этапе мотивированная, часть мне, часть Богу. Потом гьяна-йога, отход от деятельности, развитие философии и так далее. Потом это может быть либо медитация, вот это вот хьяна, либо сразу процесс бхактик можно принять. Сейчас я расскажу, как это может произойти. Вот они, четыре этапа происходят. Вот они, четыре йоги. Но ведь вы мне скажете, а существует то, сё, другое. Столько разных учений, столько разных школ. Вы слышали о том, слышали об этом. Нужно сразу разобраться, что процесс йоги, о котором говорят веды, принципиально отличается от разнообразных форм. Магии, оздоровления, развития своих каких-то, может быть, внутренних материальных способностей и так далее. Это всё хорошие вещи. Люди спрашивают, а как вы относитесь к агни-йоге? А как вы относитесь к системе Норбекова? Как вы относитесь к Анастасии? А как вы относитесь к тому, к другому, к Иванову, к Петрову, к Сидорову и так далее? Хорошо. Но суть не в этом. Смысл в том, что... Открутите, пожалуйста. Смысл в том, что йога – это то, что должно связывать нас с Богом. Эти разные вещи, о которых я перечислил, они в какой-то степени могут нам помочь в этом. И как нам разобраться во всём этом? Что это? Просто оздоровительная система, чтобы меня себя лучше чувствовал, или увереннее в быту, в бизнесе, с людьми. Или то, что приближает меня к Богу. Часто у людей в этом плане как бы каша, они путают, не всегда ясно могут понять. И вот эти понятия об этих четырёх разных уровнях йоги, как я сказал, это своего рода такой инструментарий или ключ, который может нам препарировать или поможет проанализировать любое учение, с которым мы сталкивались или столкнулись в своей жизни, чтобы понять с точки зрения категории, это что такое? Это либо карма йога по своей сущности, то есть когда человек просто посвящает свою внешнюю деятельность Богу, либо это пьяна йога, когда человек философствует, ищет философские знания, либо это развитие мистических сил, вот эта вот мистическая йога, либо эта деятельность направлена на развитие любовных отношений с Богом, с личностью Бога, либо там элементы какие-то бахти есть, либо какая-то система, которую вы берёте, которая вас интересует, либо она является синкретическим, то есть объединением, там есть то-то-то-то-то-то. И теперь вы можете просто взять и спросить любого человека, который, чем бы он ни занимался, вас спрашивают, а вот такая система, такая система, допустим, вы с ней не знакомы, с какой-то там системой йоги, какой-то там эволюционной теории, вы просто спросите, какова цель этой системы? Коротко, какова цель? И вам скажет человек, допустим, цель этой системы слиться с абсолютом. И вы понимаете, по своей сути это гьяна-йога. То есть когда человек понимает, что есть абстрактное духовное нечто, я просто его частичка, и как искорка возвращается в огонь, или капля возвращается в океан, я возвращаюсь в это. Всё, вам сказали, что цель слиться с великим нечто. Вы понимаете, по сути своей, по практике это будет гьяна-йога. Или вам говорят, занимаясь этой практикой, ты развиваешь в себе мистические способности, и ты увидишь то это, полетишь туда-сюда, и тамешь меньше мельчайшего, больше величайшего, сможешь проникать своим сознанием куда-то. Вы понимаете, всё. Это мистическая медитация, та или иная форма какой-то мистической медитации, как бы она ни называлась, каким бы измом, или какой бы йога ни называлась. Если вам скажут, что благодаря этой деятельности ты улучшишь своё здоровье, или получишь какие-то деньги, или сможешь лучше уверенить себя в этой жизни, чувство, как-то там продвинешься в материальном плане, вы понимаете, это по своей сути карма-йога. То есть человек хочет материальных плодов от всех этих вещей. Если вам скажут, что вследствие этого ты разбудишь свои внутренние чувства, и обретёшь этот внутренний опыт любви к Богу, то есть почувствуешь какое-то новое эмоциональное ощущение, взаимоотношение с Богом, вы поймёте, здесь присутствует элемент бхакти-йоги. И ничего, кроме этого, вы не найдёте. То есть всё, что вы будете находить в этом мире, это разные формы соединения одного с другим, или, скажем, что-то одно, или соединение двух элементов, или трёх, или чего-то ещё. И всё, вот это многообразие, которое окружает нас, разнообразных учений, измов, йог и так далее, оно всё сводится вот к этим четырём основным посылкам, потому что это как бы веды. Больше кроме этого ничего нет. Названия могут быть другие, но сущность будет той же самой. И теперь вы, как бы, обладая вот этим вот ключом, вы сможете легко разобраться по сути, в чём состоит то или иное учение. И последнее, сказать, ещё немножко времени у нас остаётся. Когда человек начинает развиваться, я говорил, что сознание подобно семени. Семя несёт в себе плод. Но семей и плод – это разные вещи. Например, если вы купили семена, то же самое, картошки, то же самое, ну, когда вы идёте картошку, это один вкус, а когда семена и картошка – это другой вкус, да? То есть в семье такой потенциал, который находится, или какой-нибудь плод, яблоко. То есть очень важно семя довести до плода, чтобы семя эволюционировало. Так вот, сознание сейчас у большинства людей находится в форме вот этого семени, которое необходимо развивать. Люди не обладают технологией развития сознания, они обладают технологией, допустим, бодибилдинг, как мышцы строить, или ещё что-нибудь сейчас привёл с новой системы, брейнбилдинг, как мозги свои расширять, интеллектуально расти, ранее интеллектуальное развитие детей, ещё что-то. И так люди развивают физические тела, люди развивают тонкое тело, но как развить саму душу, самосознание, непосредственно эмоциональное наше начало? Вот, здесь сложно. И поэтому веды выделяют, как бы, такие вот этапы развития человека, то есть, что когда только живое существо находится на самых начальных этапах, на уровне животного, или пока это человек, но ещё такой совершенно ребёнок, то его сознание находится на уровне, это сложный термин, так называемый, говорится, такие, как бы, коши, или покрытие в сознании. Вот, называется анна-мая-коша. Анна-мая-коша, это обозначает, анна буквально пища обозначает, зерно. Это когда человек или живое существо смотрит на всё, как на потенциальную пищу. Например, дети, что они делают? Они всё в рот тянут, да? Или животные всё нюхают. Это можно есть или нет? То есть, они смотрят на мир с точки зрения его пригодности в пищу. Если вещь годится в пищу, нормальная, нужная вещь. Если, скажем, не пахнет ничем таким вкусным, сейчас, куда-то, зашла бы, например, кошка сюда, да? Мышами не пахнет, всё, неинтересно. Лекция ей скучна, она выйдет. То есть, её мышление – это анна-мая-коша. То есть, она смотрит на мир чисто как на то, что можно есть. Второй уровень сознания, когда сознание немножко подрастает, называется прана-мая-коша. Прана обозначает признаки жизни. Начинается рефлексия. Человек начинает понимать, что он живой. Начинает понимать, что я живой. И он начинает дорожить своей жизнью. И также начинает дорожить жизнью других. Начинается элемент защиты. Я хочу сохранить свою жизнь. сохранить свою жизнь. Итак, прана-мая проявляется как у человека? Прана-мая проявляется в том, что он хочет быть защищенным. И большинство людей, не очень развитых, находится на уровне анна-мая-прана-мая. Как это проявляется в сознании? Анна-мая проявляется в том, что они чувствуют себя надежно, когда у них холодильник полон продуктов. Потому что первый уровень – это продукты. Я хочу есть. И когда у меня склады мои забиты, я чувствую уверенный в завтрашнем дне. Если у меня две двери с тремя замками в каждой, прана-мая проявляется. Моя жизнь защищена. У меня есть, что есть. И моя жизнь защищена. Первый уровень – сознание, питание. И второй уровень – оборона. На первом уровне люди обеспокоены ценами на продукты. На втором уровне они обеспокоены своей безопасностью. Если вы пообещаете людям, что я вас всех накормлю, я вам всем гарантирую безопасность, вы их бог. Они с вами пойдут. Третий уровень развития сознания называется гьяна-мая. Уровень знания. Когда человек понимает, что он живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. Он начинает познавать мир. Это материальное знание. Он смотрит направо-налево, изучает философию, пытается разобраться в жизни. Гьяна-мая – окошет. И его сознание проходит через следующий уровень, как бы, покрытие такого более тонкого, постигает мир. Четвертый уровень называет вегьяна-мая. Вегьяна-мая – это обозначает, когда человек начинает понимать, что я не временное физическое тело, я вечная душа. То есть это первый шаг в духовность. Первый шаг в духовность. Когда у него появляется этот первый опыт своего отличия души от тела, это уровень региана-мая. И последний, пятый уровень называется ананда-мая. Ананда обозначает блаженство и счастье. Когда живой существо понимает, что он не просто духовная частица, а что я также частица Бога. То есть позитивное знание о Боге, об отношении с Богом. Так вот, эти эволюционные процессы, о которых мы говорили, карма, гьяна, аштанга, бхакти, они нужны для того, чтобы поднять человека. Ну, уровень питания, ананда-мая и пранда-мая, он есть даже у животных. Это как бы такая естественная эволюция до этого момента приходит. А вот эти эволюционные процессы сознательные, карма, гьяна, аштанга, ритхиана, йога называют её, и бхакти, это процессы, которые подхватывают людей разумных, то есть людей, которые находятся на уровне гьяна-мая, понимания, знания какого-то, чтобы дать им опыт сознания себя вечной душой, гьяна-мая. Этого мало, что я просто вечная душа, а я ещё частица позитивной духовной реальности, личностной реальности, которая с личностными отношениями. о них мы будем говорить чуть позже, когда у нас придёт соответствующая тема. Итак, вот эти эволюционные системы, они должны вырвать живое существо из пуд кармы, которая была создана неправильным использованием энергии, и подхватить человека на том уровне, на котором он находится. И последнее, что я скажу, я немножко эту мысль упустил, что вроде бы Бхакти вершина, верхняя ступень, сказал. Значит, с неё невозможно начинать. Мы должны вроде бы отработать карму свою, потом развиться философски, потом, может быть, даже попробовать подышать, как-нибудь, может, что-нибудь увидим там внутри, если не уснем. И только потом Бхакти. Нет, не обязательно так. Потому что кроме лестницы, ещё что бывает? Ещё бывает лифт. Мы можем подниматься на верхний этаж по лестнице, а мы можем на лифте подниматься. Так вот, Бхакти-йога это такая система, которую в строгом смысле слова можно принять на любом уровне. Но, если, скажем, мы ещё очень материалистичны, хотя уже стремимся к Богу, но ещё очень материалистичны, приняв Бхакти, уже практикуя преданность Богу, мы просто вот эти вот подступенечки, кармы, гьяны, и дхьяны, в рамках Бхакти, как тенденции сживём. То есть они будут из таких вот больших жизненных этапов, превратятся в такие, экстерном, в такие более, скажем, узкие, кратковременные полосы или этапы в нашей жизни. И почему возможно Бхакти принять с самого начала? Потому что по своей внутренней сущности каждое живое существо есть Бхакта, то есть преданный слуга Бога, честица Бога. Поэтому мы можем принять Бхакти на любом уровне, даже на уровне такой полной обусловленности, то не могу, это не могу, и вообще мало что понимаю. Но если я почувствовал в этом, что что-то в этом есть, это наиболее ценная, интересная штука, то я могу принять Бхакти на любом уровне. Пускай это будет незрелое. Я добриваю такой пример. Манго. Пускай незрелое манго. Кислятина есть невозможно. Но незрелое манго это все же манго. Это все же манго. Понимаете? Когда-то оно созреет. Поэтому даже если наша преданность Богу не отличается зрелостью, тем не менее, эта преданность лучше, чем что-то другое. Понимаете? Поэтому, общаясь с людьми, которые занимаются этой практикой, мы можем принять вот эту вот идею наибольшей формы йоги, импакте, преданностью с самого начала. И все остальные тенденции, которые у нас есть, философствование, желание каких-то мистических совершенств или какая-то внешняя деятельность, харма, эти все как бы тенденции могут быть изжиты постепенно в рамках вот этой вот универсальной системы, когда мы посвящаем свою деятельность, свое знание, свой разум Богу. Вот так действует эволюционный процесс. На этом я остановлюсь. Теперь, если будут какие-то вопросы по этой теме, желательно, пожалуйста. Да, можно спросить. Вот есть такая характеристика виды кармы, скажем, личная, семейная, там, национальная, виды, говорят, что это называется. Как это называется? Не понял. есть такие характеристики кармы, скажем, ну вот я, у меня есть личная карма, семейная карма, да? Да. Карма, место рождения, скажем, да? Так. Место проживания, я живу в России, не в Левостоке, я живу в Левостоке, не в Москве, и не в Москве, и в России, правильно? Так. А что, то есть, каким термином это называется, или что, я не могу говорить? это такая характеристика, как ты видишь карму у человека, лично. Когда я говорил в прошлый раз о карме, я говорил о том, что карма есть индивидуальная, есть карма коллективная. И все. Нет, нет, а теперь, а теперь уже, теперь этот термин, индивидуальная карма, теперь вы можете его расшифровывать. Вот уже, как вы сказали. Допустим, Россия, теперь в России, что, приморский край, теперь южное приморье, теперь конкретно Волгий Восток, теперь конкретно улица такая, дом такой, квартира такая. Соседи такие, родственники вот такие, и так далее. То есть, это просто, скажем так, детальная расшифровка общего понятия индивидуальной кармы. Детальная расшифровка. Коллективная карма, это, допустим, так. Что я индивидуум, я живу, так сказать, допустим, я могу развиваться по своей какой-то индивидуальной программе, но поскольку я нахожусь вот в этом конкретном городе, то я вынужден испытывать климатические особенности этого города, что здесь летом пасмурно, а зимой солнечно, что здесь, скажем, экология неблагополучная или что-нибудь ещё такое. То есть, хотя я развиваю свою индивидуальную, как бы у меня есть своя конкретная какая-то линия, это моя индивидуальная линия, она развивается в контексте общей, коллективной кармы. И, допустим, вот я сижу и что-то такое своё делаю, и вдруг во всём доме выключили свет. Это коллективная карма, сто семей без света, допустим, сидят, понимаете? А в другом доме, допустим, всё в порядке сейчас. То есть, несмотря на то, что у меня есть возможность развиваться индивидуально, иногда моя индивидуальность, она попадает под такие коллективные законы, когда вот так вот бум и всё. Перекрыли свет, перекрыли воду или что-нибудь ещё там такое произошло, или всех завалилось снегом, это уже элемент коллективности кармы. Вот, и иногда я могу идти против этой коллективной кармы, моя индивидуальная карма перекрывает иногда её, а иногда я попадаю под общее влияние, всё, оцепили, проходу нет, я оказался в какой-то общей толпе, знаете? То есть, это индивидуальная карма и коллективная карма, они, как сказать, как вот определённая ниточка, может быть, строчка, вот, например, вот серая моя рубаха, да, вот это в целом, как бы, в ней в этой серой какие-то отдельные прожилки есть, там какая-то чёрная, белая, серая, какая-то там цветная. То есть, это, как бы, определённая индивидуальная, но в рамках коллективного, целого. Вот, поэтому они все всегда очень тесно связаны, вот, и то, что вы хотите, это просто-напросто, как бы, вот эти вот общие два термина, индивидуальная и коллективная, расшифровать в деталях. Ну, это уже, как бы, ваше, если, как бы, развитый разум, то теперь вы при помощи развитого разума, вот эти вот общие идеи, индивидуальная и коллективная, просто уже в примерах, в картинках, что называется, для себя раскрываете. Ещё? Ну, вот, вы говорите, пищу вы отдаёте, да, то есть, освящаетесь, освященная пища. Но вы ведь знаете, что вы её не отдаёте, а всю съедаете сами. Это называется посвящение или предложение. Когда Бог принимает или смотрит, ему важна не материальная субстанция, допустим, каша там какая-то, да, а ему важна эмоция. Поэтому, когда он говорит, боговодитель, предложи мне то-то, то-то с любовью и преданностью. То есть, ему важна эмоция. Ну, например, люди, да, представьте себе, что вот вы пришли куда-нибудь в ресторан, и, с одной стороны, вы хотите что-то конкретное съесть, а с другой стороны, представьте себе, что официант принёс, так небрежно кинул вам под нос. Потому что я это есть не буду. То есть, люди понимают, что сделано с душой или без души, да. И когда, допустим, вот вы не чувствуете такого, ну, тёплого, душевного отношения, то даже и есть неохота этих вещей. То есть, когда мы предлагаем Богу, для чего это нужно? Ну, есть такой хороший пример в Ведах, что когда человек, ну, есть такая церемония, там есть поклонение солнцу, допустим, или поклонение ганги, это вот в священной реке, когда человек берёт воду, зачерпывает из ганги, он её из ганги зачерпнул, произнёс мантру «Ом гангая намага» и в ганг уже вылил. Кажется, бессмысленное действие, Веда говорит, что когда человек зачерпнул из ганги, ганги не стало меньше, когда он в неё вернул, ганги не стало больше. Но в этом процессе человек стал преданным. То есть, смысл, мы берём у Бога и отдаём Богу, кажется, бессмысленная деятельность, всё принадлежит ему, да. Он дал нам эти продукты, зачем мы его будем возвращать? Бессмысленно. Но смысл этой деятельности в том, что когда мы что-то отдаём кому-то, то растёт наша жертвенность и привязанность, потому что мы привязываемся к тому, во что мы вкладываем. Предположим, мать служит своему ребёнку, вкладывает в него. Вследствие этого что? Материнская любовь-привязанность, понимаете? То есть, куда мы вкладываем, развивается привязанность. И смысл духовной жизни – это то, чтобы привязаться к Богу. И поэтому вот эта вот практика, допустим, предложение пищи, это не только, не просто нужна ему эта пища, вот сколько ему нужно, чтобы мы научились действовать в этом режиме отдавания. Потому что если человек не учится отдавать в процессе что-то от себя, то ему, в конце концов, будет трудно отдать себя целиком Богу, посвятить себя Богу. То есть, это одна из форм посвящения. И когда мы предлагаем его, вы говорите, он же её не съедает, съедаем её мы. Да, но мы съедаем её после того, как он принимает нашу любовь и преданность. Он принимает её. Картошка, каша, остаётся на месте, всё в порядке. Но она становится освященной, понимаете? То есть, он берёт как бы духовный элемент от нас, он принимает это, и как бы его благодарность или его благословение состоит в том, что он этой вот духовной энергией наполняет теперь эту пищу. И когда человек её ест, он чувствует, что это пища освященная, а вот это нет. Это может человек почувствовать на определённом уровне очищения чувств. Поэтому этот процесс, он нам помогает стать личностями более привязанными к Богу. И на практическом уровне он просто-напросто реально меняет даже, как бы вот я приведу пример, меняет ауру пищи. То есть, если сфотографируете освященную пищу электронной съёмкой, аура будет огромнейшая. Сфотографируете обычную пищу, обычная всё будет. То есть, это проверяемые факты, это вещи, наблюдаемые глазами, что называется. А эффект на сознание, он очевиден. Поэтому это не просто какая-то игра, знаете, как бутерброд или какую-нибудь пиццу подогреть надо, в микроволновку засунул, раз, минута покрутилась, потом дзынь, всё, горячее забирай. То есть, алтай – это не некое подобие вот этой вот микроволновки, куда-то засунул, что-то там пробормотал какую-то там мантру или какую-то молитву, через минуту раз вытаскиваешь всё. То есть, это по виду что-то похожее. Но, по сути дела, это таинство. Это таинство, когда мы что делаем? Фактически мы трансформируем материю в дух. По виду всё осталось тем же самым. Те же огурцы, помидоры, всё в порядке. По виду ничего не осталось. Тот же вес, тот же объём. Но мы говорим, что это трансформация материи в дух. На каком основании мы так говорим? По воздействию на сознание. То есть, мы говорили, когда, помните, гуны материальной природы, что мы материю изучаем не саму по себе, а в связи с тем, как она влияет на сознание. Так вот, когда мы берём благостную материю, то есть, пищу в благости, продукты чистые в благости, и предлагаем их Богу, хотя они по виду те же самые, их воздействие на сознание духовное, а духотворение – сознание. Вот, поэтому это есть форма таинства, обращение материи в дух. Например, возьмите, вот там книги эти стоят, например, это духовные книги. В каком смысле духовные? У них есть материальный вес, допустим, 500 грамм весит. У них есть материальные параметры, глубина, ширина, высота и так далее. Вот бумага такого качества, вот типа городская краска, такая-то печаль, такие-то иллюстрации. Вроде материальные вещи. Почему мы говорим, что это духовные вещи? По воздействию на сознание. Это люди взяли целлюлозу, бумагу, связали ее с Богом, и получилась духовная книга. По воздействию на сознание. То же самое пища, такие же элементы, в конце концов, они раз предложены на алтаре, мы говорим, что это духовная пища. В каком смысле духовная? По воздействию на сознание. Но если без алтаря, может быть, прочитать молитву, или что-то обдумать, или подумать? Да, начинать можно как угодно. Есть, как говорится, условия походные. Человек может подумать, ну что, алтарь, это все как бы так, немножко стыдно уму сначала. Я помню свой опыт тоже такой, очень смешной сначала. И человек может подумать, ну, Бог в каждом атоме. Это так, на самом деле это так. Бывали случаи в нашей духовной традиции, когда один святой, бездомный, никакого алтаря, ничего. Его посуда была, это какой-то обломок черепа вообще какого-то. Он в нем, так сказать, все, какое-то там зерно просто замочил, и все. Он в этом предлагает, и из этого и ест, что в основном, безусловно, ну, нарушение правил, там, отдельная посуда, ну, как бы строгий. Но человек же в таких условиях, он, как бы, такой, полностью отреченный. Еродивый, по-нашему говоря, такой, не от мира сего. Нет никакого у него ни алтаря, ни изображения, ничего, он понимает, Бог в сердце и так далее. То есть, да, мы можем находиться в походных условиях, где-то еще хочется есть, я там что-то купил, буду молока, кефира, там, все. Произвел с молитвы, прочитал, осветил и все. Сказать, выпил, съел. Это освященная тоже пища. Но это походные условия. Когда в таких условиях, значит, в таких условиях. Но рост сознания проявляется в том, что человеку хотелось бы все сделать, ну, как бы, более-более серьезным. То есть, поставить на более серьезную основу. Поэтому начинать можно с чего угодно. С чего угодно. Вот. А с течением времени, если человек искренне, серьезно на этом пути, то он придет уже к конкретным формам. Поймите одну вещь. В материальной жизни вы бы хотели максимальной конкретности. Максимальной конкретности. Я не просто живу в стране нашей, как вы сказали, конкретно. Я хочу жить в городе, на улице, в конкретном доме, в конкретной квартире. Понимаете? Я хочу общаться с конкретными людьми. Конкретный муж, конкретная жена, конкретные дети. Мне нужна конкретная работа, конкретная зарплата. Я пришел на работу, объясните мне конкретно, в чем мои обязанности. Я все хочу конкретно. То есть мы требуем конкретики от материальной жизни. Но когда речь заходит о жизни духовной, пусть все будет абстракцией. Нет. В духовной жизни все должно быть максимально конкретным. Понимаете? Есть точные науки. Физика, математика и так далее. Я говорил, Фома Финский сказал, цаица всех наук, теология. Все остальные науки открывают законы. Теология открывает законодателя. Точнейшая из наук. Понимаете? Поэтому в духовной жизни все должно быть максимально точно и максимально конкретно. Но нынешняя цивилизация больна имперсонализмом. То есть главная болезнь западных людей это деперсонификация. То есть все обезличить, все как бы свести в ноль. Все вот как бы я просто буду Богу в сердце молиться, в уме и так далее. Принимается. Это все принимается. Но как по мере того, как человек начинает духовно развиваться, хочется конкретики. Понимаете? Вот вы вселились в квартиру какую-то. Сначала, слава Богу, квартира. Ну вот она. Но с течением времени вам уже кажется, что ну как же, надо все-таки шторы повесить. Это туда, это сюда. То есть начинают конкретизироваться ваши желания. И просто из какого-то абстрактного жилища непонятного, в которое вы просто въехали с кучей строительного материала, каких-то там ящиков, коробок, начинает конкретика поступать. Понимаете? Вот то же самое. Начальные этапы духовной жизни, они все характеризуются абстракционизмом. Общие понятия. Бог, душа, то и сё, схему нарисовали. Ну всё понятно. Но, в конце концов, мы конкретные личности. И мы не можем просто... Хотя я просто человек, всё-таки у меня есть имя, фамилия, отчество, какие-то особенности. Точно так же, Бог это общая категория. И у Него тоже есть детали. Имя, форма, качество, деяние, вкусы и так далее. И у каждого... Вот, эти детали, они начинают поступать постепенно. Сначала мы смотрим на другой берег. Что там? А, какой-то лес там, что-то такое. Непонятно, какая-то дым, какие-то облака. Но, по мере приближения к другому берегу, что вы видите? Не просто какие-то там детали, какой-то был общий лес. Вы начинаете понимать. А, это, кажется, сосновая роща, или дубовая, или смешанный лес. А вот какой-то домик, а вот такой точек. То есть, по мере приближения поступают конкретики. Издалека просто какой-то фон, зелёный пейзаж, не поймёшь что. Или океан, вот он, океан. Мы нырнули в океан, и там выяснилось, что много видов жизни такие, другие трети. То есть, от этих общих вещей, в конце концов, развитие идёт к частному. То есть, уже к конкретным проявлениям. Поэтому на начальном этапе, по-клисски, сойдёт всё. Начинать можно с любого уровня. Бог в сердце, без изображения, то-сё, это всё понятно. Потому что у людей, я могу чувствовать какие-то условности. Ой, а что скажут там соседка, или сосед, или муж, или жена. А что-нибудь про меня подумают, я с ума сошёл там, или ещё что-нибудь такое. Это понятно. Потому что мы живём в обществе, когда человек с сигаретой в руках, или с банкой пива, это норма. А человек с чётками в руках, это аномалия. Мы живём в таком обществе, понимаете. И поэтому идёт этот бедный, начинающий бак там, бедный, и прячет чёткие, мало ли что подумают. А другой идёт спокойно, бутылка пива у него, сигарета, невежество, невежество наизнанку, наружу всё. А знания мы боимся продемонстрировать. Потому что общество такое, понимаете. Это прискорбное состояние нашего общества. Но, тем не менее, мы должны эти вещи понять, и в какой-то степени, хотя бы на том уровне, на каком возможно. Бог и так был долгое время скрыт и от общества, и от нас. И когда Он начинает открываться нам, то, в общем-то, страху нет. Просто необходимо прояснять некоторые вещи. Люди, и существует такое понятие, ксенофобия, боязнь неизвестного. Люди думают, что-то неизвестно, что-то новое, что-то такое. Да мы не знаем, лучше подальше от этого держаться. Но если существует такая вещь, как просвещение, постепенно, постепенно, постепенно. Просвещение означает осветите объект. Осветите объект. Объект какой-то тёмный, непонятный. Но когда мы направляем на него фонарик, «О, всё понятно, не страшно, кажется». Я думал, что это какой-то чёрт с рогами. А оказалось, что это мой сосед. Когда фонарик направили, и всё. Осветите предмет, осветите просвещение. И когда мы на какую-то тему просвещение говорим, «А, ну всё понятно, ну ничего страшного». А когда непонятно, тогда действительно какие-то черти грещатся в этой темноте. Поэтому, как правило, перед началом такого уже внедрения духовной культуры, в практике её, идёт знание, 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 просвещение, просвещение. Чем меньше иллюзий остаётся, чем больше света, чем больше все вещи становятся очевидными, тем спокойнее, естественно, человек все эти вещи делает. Но, кажется, невозможно сразу всё. Поэтому первый шаг, первая ступень, хоть что-то, хоть как-то, уровень интереса, потом этот интерес начинает раздуваться, формироваться, потом этот интерес переходит уже в какую-то более практическую плоскость. Ещё есть эмоции? Да. Вот несёшь добро человеку, да, скажем, человек это становится ленивым. Ты считаешь, что это так, то есть как слуга становится? Если несёшь добро человеку, то он становится ленивым? Ну, как бы, в сознании своём, что он может располагать. Принимает это как должное, да? Да, как должное. И что? В чём вопрос ваш? Он, получается, залезает тебе на шею, погоняет. Так, и в чём вопрос ваш? Ну, как сказка цель. Идея понятна. Теперь вопрос. В чём вопрос? Вопрос. Что это? Карма? То есть, если человек-то он осознаёт, что ты несёшь добро, он тебе отвечает, как ты, ну, пониже. И это говорит о том, что тот человек, о котором вы говорите, пока является не совсем зрелой личностью. Потому что в идеале, когда мы что-то кому-то делаем хорошее, то это, как правило, стимулирует в другом человеке то же самое. Имеется в виду, что человек соответствующего уровня. То есть, вы что-то делаете, приятное человеку, и человек чувствует нормальный, радостный. Человек чувствует себя как бы обязан немножко. Кто-то тоже что-то пытается сделать, как-то помочь, как-то отблагодарить. И это такая естественная реакция развитого сознания. Развитое сознание, это именно сознание, которое прошло от философии, дай к философии, и на. Постепенно. Но та ситуация, о которой вы говорите, она характеризует человека, которому, допустим, вы помогаете, служите, как человека пока незрелого. Как человека в духе потребителя. То есть, это уровень незрелости. Но мы можем смотреть на человека вот так, в какой-то конкретный момент, можем посмотреть на человека в динамике. Динамика, это обозначает, что он сейчас такой, но он изменится, он станет другим. Поэтому все мы проходим эти этапы эгоизма, потребительства, и кажется, что человеку даешь, а он превращается в какую-то свиню неблагодарную. Поэтому, тем не менее, если правильно строить отношения, если не разочаровываться в этом, я, конечно, не знаю деталей, это слишком общее. Если человек ведет себя, человек дающий ведет себя грамотно, то тот человек, который находится на другой стороне связи, не сразу, но через какое-то время почувствует. Потому что это преодоление эгоизма, оно всегда немножко болезненно. Всегда болезненно. Когда ребенок из потребителя начинает становиться взрослым, когда мама, папа начинает говорить, ну что, может быть, ты мусор вынесешь, в магазин сходишь, еще что-нибудь такое, начинает активно задействовать. Он привык наслаждаться, он привык быть таким царем на троне, что все для него, а теперь уже что-то от него требует. Вот эта ломка сознания, она не всегда, может быть, такая приятная, но она является необходимым этапом в развитии сознания. Вот поэтому, если этот человек такой пока не очень реагирует, ну, по ситуации нужно поступать. Есть такое правило, просто место, время, обстоятельства. Нет универсальных решений, в зависимости от степени ваших обязательств перед этим человеком, отношений, степени близости и так далее. Надо смотреть на ситуацию более конкретно, чтобы будет какой-то конкретный вам совет. Но смысл в том, что можно донести до человека эту идею о том, что потребительская философия, она приносит, может быть, временное какое-то наслаждение, но сознание человека реагирует. Сознание деградирует, когда человек просто... Да, а чем ниже сознание человека, тем меньше уровень его счастья. Потому что счастье мы ощущаем сознанием, и чем более высокое сознание, тем более высоким сферам реальности мы можем подключиться. А когда сознание низко, то и возможности. Но это достаточно высокая идея. Поэтому существует система воспитания. Например, как вот с детьми, я говорил, веды говорят, до 5 лет, пожалуйста, можете баловать ребенка, все, что он хочет, вкладывается в определенную любовь. И потом его уже начинают воспитывать более жестко. И он не обижается на это, потому что в первый год он получил этот опыт любви. Теперь он знает, что если его наказывают, то исключительно из любви. Что-то наверняка он не то сделал, почему его наказывают за что-то. То есть здесь можно использовать разные тактики, воспитательные или какие-то там поведенческие. Но этот перелом должен произойти. Если этого не происходит, человек упорствует в своем, ну это его воля. И даже Бог ничего не может проделать. Он оставляет свободу живому существу. Это означает, что человек просто не хочет развиваться. Но тот, кто не хочет развиваться добровольно, тем не менее жизнь поставит какие-то определенные условия. что хочешь-не хочешь, он станет любви. Ну это вот я как сказал в карме, то есть в течение прослеживаешься, смотришь на свою жизнь, и разные люди в разные ситуации. То есть происходит то же самое. То есть попользовались тобой, и все. И ушел этот человек, люди дальше продолжают. Возможно, что это такой кармический зачет, в том смысле, что когда-то вы были связаны с этим человеком, где-то, может быть, как-то недодали ему, и теперь он из вас это так или иначе, прямо или косвенно как-то вытянул. Лучше всего относиться к этим вещам, конечно, философски, потому что если мы слишком погружаемся, то сразу же появляется ощущение, что что-то там со мной несправедливо поступили, начинаешь себя жалеть, все, это уже пошло, сознание в невежество погрузилось. Поэтому ко всем потерям или неудачам необходимо относиться к философски. Для этого и нужно знание. Знание действует как обезболивающее, анестезия. Знание действует как амортизатор, он смягчает. Когда у человека есть знание, то благодаря знанию он может проехать по любой дороге, по всем колдобинам, по всем ямам. Поэтому, когда такие ситуации, вы что-то пытаетесь человеку уже и так, и сяк, и дать, и помочь, и вам все никак, ну, у него есть своя свобода, в конце концов. Это укрепляет ваше понимание того, что вы не Бог, что вы не всем управляете, что у каждого живого существа есть независимость. И вот пример того, как независимость можно пользоваться неправильно, злоупотреблять. То есть из любой ситуации фактически можно вынести какой-то урок позитивный. Еще что-то есть по сегодняшней теме? Все, а если нет, значит спасибо. Да, суббота, суббота у нас будет тема причина многообразия различных религиозных учений. Это немножко продолжение, но в другом ракурсе. Тоже довольно важная тема. Все, спасибо. 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 Спасибо.